А со временем подруги как-то рассосались всем. Да, прекрасная осень. Сегодня у меня всегда свадьба. Спать хочешь, да? Очень хорошо, очень хорошо. Собирает, скажи. Всем привет! У нас сегодня 2 октября. Уже, у нас, второй месяц осенью. Это просто замечательная погода сегодня у нас. Мы с Топулькой сегодня вышли погулять. Пока гуляем у нас на районе. Эта дама не хочет сюрпризничать. Что-то ей не нравится. Расскажи, что тебе не нравится. Тебя выслушают все. Помогут тебе, заветом. Все? Что ты пальцем показываешь? Там Стефи? А мы вышли прогуляться воздома. Я опять сижу себе. Накупила выгляды постфуда в мировой шурме. И сейчас немножко пройдемся пешком. Да, но вот видите, она уже не хочет вообще сидеть у нас. Сейчас покажу у нас, какое красивое место здесь. Раньше здесь меня родители слышали в этом доме. Что-то как облагородить. Раньше было просто пустырь. Ничего вообще не было. Абсолютно было просто... Песок. Песок просто был. Вот красивое место здесь. Я как-то уже показывала в некоторых логах. Доча, не нервничай. И идем гулять дальше. Дядя, дядя. Стефи в кафе пришла? Дочь? Да. Вау. Скажи, мама пришла кушать опять, да? Мы со Стефи вернулись в прогулки. Пока я тут ее пытаюсь чем-то завлечь поиграть, решила немножко повязать. Она поспала с нее аж два раза по полтора часа за день. Вот сейчас пять часов. Она проснулась недавно, а заснула в три часа. Вот что-то у меня вообще дрякла получилась. Ладно. А что ты нервничаешь? Штатив ей не даю. Телефон послала на штатив. Штатив ей не даю. Она нервничает. Вот почему, когда я сяжусь, тебе интересно все, что связано со мной? Нет. Нет. Это мамин микрофон. Яй. Я тебе, помню, положила штатив. Посмотри, как у тебя штатив тоже есть. На, снимай себе. Кстати, знаете, сегодня что-то листала в инстаграм. И мне в рекомендованном выстелось видео про дочку Джигана, которая вторая дочка, Лея. Мне выстелось видео, когда ей задавали вопросы, кем ты хочешь стать. Она сказала, что я хочу быть блогером, когда вырос. Когда бы вырос, то хочу быть блогером. Мне нравится все это снимать. Мне нравятся подписчики. Вот если честно сказать, меня такое пугает. А, у нее еще спросили, ну, например, официанткой. Нет, например, не хочешь быть официанткой? Ой, все, я удаляюсь. Это она так сказала, я удаляюсь. Типа. Какой официанткой? Вы знаете, честно, конечно, я понимаю, что в современном мире, в нашем сейчас, дети только с этим и сталкиваются, да, вокруг разные гаджеты, вокруг все ходят, снимают, все-все смотрят в телефонах в основном, это в соцсети и всякое такое. Сейчас каждый ребенок, мне кажется, знает больше, чем родители, особенно родители более взрослого поколения, не нашего поколения, а более взрослого. Дети сдают больше, чем они. Вот, и на самом деле, понятно, что без этого никуда. Те же игрушки, да, в основном детям сразу дают игрушки, что-то типа телефонов, игрушки, которые... Не трогай штатив. Вот, например, я, да, сейчас снимаю, не трогай штатив. Голос хрипнет еще. Вот. В смысле сбилась? Игрушки, да, у нас сейчас сразу же диктуют детям, что им делать, куда нажать. То есть детям даже думать особо не надо, что делать. Это вот, я читала, что это самые худшие игрушки, которые детям как бы говорят, что делать не привлекая никак их внимания, не повязать, она мне вообще не дастся, я чувствую. Ладно, поговорим с вами просто. И, знаете, хотя я сама веду свой блог, да, Стефи растет, растет со мной, она видит, что я в телефоне, что я, точнее, не то, что я в телефоне, что я снимаю все, что в первую очередь, там, например, я беру телефон, ее снимаю. Ну, я думаю, что почти все мамы снимают своих детей, независимо от того, блогеры они или не блогеры, потому что, как бы, сейчас у нас есть такая возможность снимать детей на память, это тоже классно, потому что раньше не было возможности, и многие говорили, вот, если бы была бы камера под рукой всегда или телефон, можно было бы заснять все детский момент. Ладно, я уже углубилась, куда-то туда ушла, в дебри, к тому, что дети растут, да, в это время, в наше время, в такое. И, конечно, я бы не хотела, чтобы Стефи у меня выросла блогером, чтобы она в этом возрасте, в лет 7-8, там, 9-10 говорила, я хочу быть блогером, хочу много подписчиков. Мне кажется, знаете, особенно посмотреть то, что они снимают, вот, я смотрю детей Джигана и Оксана Самойлова, честно, блин, пугает немножко. Вот старшая дочка, да, снимает всякие бьюти-видео в таком возрасте, ну, возможно, для мамы ее это нормально, как бы, ну, честно, мне бы это не понравилось. Хорошее, что девочка, там, ухаживает за собой, что ей нравится это, ну, мне кажется, рановато все-таки. В этом возрасте можно быть еще девочка-девочкой, наслаждаться детством, вырасти всегда они успеют, особенно девочки, рано растут, рано вырастают, точнее. Им все становится раньше интересно, чем мальчикам по-любому, они взрослеют, начинают закрасть, наряжаться. Это, как бы, нормально, но всему свое время, я считаю. И даже если Стефи вдруг захочет, там, ввести свой блог какой-то, когда подрастет немножко, я хочу, чтобы у нее блог был, в первую очередь, какой-то полезный тогда. Ну, мне бы так хотелось, конечно. Я сейчас ее, как бы, знаете, не приучаю, а показываю ей, что я там занимаюсь творчеством, я делаю что-то руками, я хочу, чтобы она это видела с детства, чтобы она вспоминала, возможно, когда выросли, что вот моя мама там это делала, моя мама это делала. Как мы вспоминаем, что вот наши бабушки вязали, или наши мамы вязали, или шили, или вышивали, или что-то еще интересное делали. Мне кажется, это прекрасно, как делать что-то своими руками, ну, или что-то другое, там, готовить. Например, мама там очень любила, показывала. И вот к такому детей нужно приобщать, привлекать, постоянно показывать им это. И я бы хотела, чтобы Стефи научила что-то делать своими руками. Может быть, она займется каким-то спортом, будет про это блог вести. Это тоже, возможно, у меня муж, спортсмен бывший, и также и сейчас любит спортом заниматься. Он как бы за здоровый образ жизни такой полноценный всегда. И я думаю, что... Я точно не спортсменка далеко, но я думаю, что муж сможет привить Стефи тоже любовь какую-то к спорту в дальнейшем. Он такой за активный образ жизни, ну, в общем, всякое такое. И если Стефи что-то будет такое обещать людям на пользу, то я была бы только рада, например. Я, честно, вот блогеров многих не уважаю. В плане никакого блогера, который вот хайпует, который всякую фигню снимает, чтобы привлечь внимание людей. Я хочу, я веду свой блог на радость себе. Надеюсь, что на пользу вам, что вам это нравится, что вам это интересно, что я кому-то помогаю в чем-то. У меня изначально была такая цель, точнее, у меня вообще не было какой цели вести блог. Я просто сняла видео, они у меня как бы зашли вам, аудитория моей, набрали хорошее количество просмотров. И я поняла, что это интересная тема, что мамам очень это актуально слушать то, что я рассказываю. Многим мамам нравится мой подход к материнству, к жизни, к чему-то еще. И я поняла, почему бы нет. Возможно, я какой-то маме помогу справиться с какими-то эмоциями, с грустью, с усталостью. Справляться с ребенком, поддержу какую-то маму удаленно, даже не видя его лицо. Не знаю я про нее ничего, но я была бы рада. И я надеюсь, что мой блог кому-то приносит пользу. И это уже не зря, не зря, что я его веду. Поэтому как бы я думаю, что детей надо обучать сначала такому чему-то, знаете, какому-то умению, какому-то, каким-то навыкам обучать, а потом, возможно, они это как-то переформатируют в какой-то блог. Ну и почему бы и нет. Но лишь бы это был нормальный, полезный, интересный блог, а не какая-нибудь фигня, где дети там хайпуют, где дети всякую фигню вытворяют, непонятно, как пляшут, дрыгаются там, какие-нибудь шуточки пародируют, еще что-то. Но вот это я не понимаю, честно. И если Стефи в эту степь понесет, то я всеми возможными путями буду ей это запрещать делать. Успеет она еще вырасти, успеет там всякой фигней позаниматься. И я считаю, что пока она еще не совершеннолетняя, наш долг с папой ее направлять, наставлять. Они так, знаете, что ребенок вот в каком-то возрасте, в 10 лет, решил, что он хочет эту всякую фигню снимать. И родители во всем потакают. Ну, честно, я немножко другой, другого меня немножко. Вот. Прям философия у меня сегодня. Я вообще хотела другой темы затронуть, если честно. Я хотела давно затронуть тему дружбы. Дружбы, женская дружба. С давних пор, с давних пор. У меня вообще нету подругу сейчас. Я в них... Так, ты же хотела тебе на телефон, да? Не надо. Ну, дочь, ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Булкин, ты, мам, сейчас все порушишь, давай. С давних пор у меня вообще нету подруг. Так получилось, что со временем просто пути разошлись, интересы разошлись, глаза открылись, как говорится, и подруг не осталось. Я абсолютно... Честно, я никогда не нуждалась в подругах. Вот не знаю почему. Никогда. Да, вот я 18-19 лет встретила своего мужа, и у нас такая дружба завязалась, что уже с того времени многие подруги у меня отошли на второй план. Мне не нужно было особо женское общество. Не знаю почему, но вот как-то вот так вот. У меня все было с кем поговорить на женские темы. Там у меня есть сестры, с которыми я могла поговорить о чем-то. Там были какие-то подруги, с которыми я могла что-то обсудить, конечно. Но не такая, знаете, близкая дружба, не разлива до днем и ночью на связи. Нет, такой как бы не было. Не было таких подруг, которые там в чем-то меня конкретно, знаете, прям вурчали, спасали меня, еще что-то. Нет, такого тоже не было. Ну, таких и случаев у меня в жизни не было. И со временем подруги как-то рассосались все. У многих началась своя жизнь, то есть семья, дети, это все понятно. Я ничего против тут не имею. Есть подруги, с которыми у нас по-чему разошлись, когда у меня родилась дочка. Когда я лежала в реанимации с ребенком, и несколько подруг у меня там немножко себе тоже некрасиво повели. И, ну, в общем, не буду вдаваться в подробности. Короче, я поняла все про них тоже. И решила, что все, близких отношений с этими людьми я точно иметь не хочу. Потом я занялась когда украшениями. У меня одна тоже моя подруга, если ты не смотришь, я думаю, ты поймешь, что я тебе говорю. Заказала у меня украшения. Знаете, я вот не знаю, возможно, в чем-то я была не права, или что-то я вообще этой жизни не понимаю. В общем, загазала у меня подруга браслеты. Ну, так сказать, подруга, да. Все, говорит, я тебе потом оплачу. Без проблем. Опять же, опять же, цена оборота там, ну, 2000 была максимум, 2000. Почему-то очень многие люди, со мной в моем украшении близком, почему я люблю работать со своими близкими, с какими-то знакомыми. Почему-то все думают, что я должна делать что-то им бесплатно. Если я захочу кому-то что-то подарить, я это подаю, я это сделаю безвозмездно абсолютно. То есть, как бы, я умею делать подарки, я люблю делать подарки, и вообще, как бы, тут ничего такого для меня страшного в этом нет. Но многие по чему-то считают, что я должна делать что-то бесплатно. И я, как бы, знаете, ну, если я немножко вникнуть... Если я немножко вникнуть в мою ситуацию, как бы, я тоже не гребу деньги лопатой. Я нахожусь одна с ребенком, которому нужно воспитывать, которому нужно обеспечивать, уделять, которому нужно время. Плюс ко всему мне нужно работать. Я покупаю материалы, я трачу свое время, я пытаюсь заработать какую-то копеечку, да, для своей семьи. И почему-то некоторые подруги считают, что я должна им делать что-то бесплатно. Опять же, да, можно хотя бы на немножко вникнуть в мою ситуацию, в мои проблемы, и понять, что, как бы, у меня нет такой возможности делать все бесплатно. Я завелась в обратное украшение не для удовольствия, не для развлечения, а для именно заработка целенаправленно. Так вот, заказала мне подруга, будем называть пока что-то так, браслеты, все. Говорит, я тебе потом и плачу через, там, какое-то время. Я говорю, без проблем. Я отправила браслеты, у нас там была проблема с пересылкой, потом что-то мне говорит, так я же тебе еще должна деньги. Я говорю, ну да, должна. Она говорит, все хорошо, там типа отправлю. Что вы думаете, с тех пор моя подруга пропала? Я, честно, знаете, вот даже плевать на эти деньги, вот честно плевать. Вообще, просто вот это ерунда. Я не разорюсь, не обеднею, не буду голодать из-за этого, но сам факт, что просто она пропала, просто начала игнорировать, вообще не отвечать на сообщения нигде, меня это очень удивило. Человек, которого я знаю 12 лет своей жизни, с которым я достаточно так близко общалась, думала, что мы так, в чем-то так на одной волне, просто, извиняюсь за выражение, сраных двух тысяч, просто теряется. Это очень неприятно. Это не обидно? Нет, не обидно, знаете почему? Потому что я уже многого не жду от людей вообще в ответ к себе. Ну, просто это меня шокировало, если честно, очень шокировало. До сих пор я, знаете, когда кому-то рассказываю, я в диком шоке, когда я рассказала мужу об этом, понятно, говорит, что вообще даже не думай, вообще забей, пошли куда подальше, это все, и все. Но это да, это понятное дело, но просто меня это всегда какой-то ступор водит. Я этого не понимаю, как так можно вообще? Как так можно? В общем, долго хотела затронуть эту женскую тему женской дружбы, в которую я вообще абсолютно не верю. Бывают подруги вообще, ну, только в фильмах, такое бывает, в сериалах, в фильмах. А в жизни всем на всех по барабану. Какая-то любая такая вот мелочная ситуация, просто все показывает про человека. Так что вот так. Я хотела этим поделиться с вами. Так что делитесь тоже, пишите сообщения, комментарии мне, вообще, что вы думаете про это. Как у вас, собственно, дела? Может быть, у вас реально есть подруги, проверенные временем. Я знаю, что есть такие подруги, я знаю, что бывает такая дружба крепкая, но, мне кажется, не в наше время. Когда там давно у наших мам, наших бабушек были подруги хорошие. Итог, были разные ситуации, конечно. Но, в основном, была более-менее крепкая дружба, нежели сейчас. Так что вот так. Хотела этим поделиться. Ну, ладно, что-то я и разговаривала. Однозначно почти две недели молчала, а теперь надо поболтать с вами обо всем. Вот, ладно, пойду ее попробую, повяжу. Дальше попью свой холодный кофе уже, пока Стефания Артемовна себя развлекает нам. Ну, да, все разбросала, но главное, занята. Всем привет, у нас сегодня 3 октября. Мы со Ставаркой вышли, опять беда, сегодня возле дома. Погода просто замечательная. Утром у нас был такой ливень сильный, я думала будет холодно, но нет, вышли прям жарко. Я вообще в костюме с Тефи тоже, в принципе. Зато в носках. Пока не сняла. Вот, так что сегодня у нас день на доме. Сегодня приятно, наверное, брат Тёма заберет мою машину в ремонт. У меня вообще там с колесом задним плохо крутится колесо, короче. Вот, поэтому надо ее отремонтировать. Хотели с ним пойти погулять с Викой и с Мирой, но не получилось сегодня. Поздно собрались туда-сюда, уже неохота была никуда выезжать. Состоив пока соберешься, он сейчас опять спит по полчаса днем. Ну, утром проспала час, потом второй раз он полчаса, я только прилегла, думала, немножко отдохну, что-нибудь полежу-повяжу. У меня вообще с нее рука болит левая. Вот где я до локтя, вот это вот место. Ужасно болит. Ничего, даже с Тефи поднимать больно. Вот, поэтому я просто лежала, смотрю, она уже проснула. Я думаю, нормально. Короче, мы ушли погулять везде дома. Хотя бы не дома сидели, это уже на самом деле, уже нет сил дома сидеть с ней. У нас тут такие заросли вообще. Вокруг садик. Садик. Мы сейчас вокруг пройдемся. Может, куда-нибудь еще в магазин зайдем, что-нибудь вкусненькое куплю на вечерок себе. Людей никого. Дети все в школе, в садике. Так непривычно гулять после лета, когда тут кругами все наяривают, гуляют, гуляют. А сейчас никого. Даже детки в садике, походу, отдыхают. Булочка. Приветик. Эть, эть, ножкой. Эть, эть, ножкой. Всем привет. У нас на 4 октября. Мы с Тафулей приехали к бабушке. К Тёмной маме сегодня. Мне поехал Рассен, брат, делать машину. Брат Тёмный. Я немножко спорюжу. Стефи там гуляет с бабушкой, с прабабушкой своей. Спать укладывается. А я немножко поотдыхаю. У нас планы, как всегда, быстро поменялись. Мы уже едем со Стефи к моим родителям. Сегодня у них годовщина свадьбы. Тридцать... Сколько? Мне тридцать один, значит, тридцать два года. Тридцать два года годовщины свадьбы. Вот. Мы со Стефи сегодня едем к ним. Сейчас точно уже едем к ним. Быстренько приехали от родителей Тёмного. Собрались. И в путь сразу. Подарок, к сожалению, не ушёл. Не успел прийти сегодня. Придёт завтра только. Потом покажу. Как раз таки пока влог смонтирую, родители не увидят, что мы подарили им. Мы купили как раз таки подарок моим родителям и делаем родителям на годовщину свадьбы, прошедшей. А Стефулечка, у нас что-то не настроение, скажи, спать хочу есть, хочу, и не кормят меня, и не спать не укладывают. Куда дают? Сейчас будешь спать у бабушки. Да? Моя сладость маленькая. Сейчас будешь спать. Бабушка тут сегодня Стефи супчик приготовила, да? Сейчас Стефи будет супчик только есть. Ну, типа супчик. Иди сюда. Дальше. Орбечка горячая, иди сюда. Иди к бабушке. Иди, иди ко мне. А он сушит. Супчик вкусный, да, доча? Вкусно, Башка, дело супчик? Давай. Мясо. Пусть жили, подожди, мам, пусть прожили. Всем доброе утро. У нас не в 5 октября. Сегодня годовщина свадьбы у моих родителей. Мы отмечали вчера. Но сегодня у них на самом деле свадьба была. 32 года назад. У нас сейчас еще не до 9 утра. Мы уже с Стефи едем в Шпаковку. Я отвожу ее сегодня у бабушки. А сама еду делать анализы. Делать анализы. Сдавать анализы. У меня все причины, как всегда. В общем, я наконец-таки запланировала сдать анализы все, которые я хотела сдать после родов. И вот сегодня я еду их все сдавать. Короче, такой полный чекап именно по анализам. Потому что я замечаю, что я себя чувствую все хуже и хуже. У меня жуткая слабость. У меня нет сил ничего делать. Я встаю уже. У меня просто нет сил встать даже. Проснуться. Я думаю, что дело в этом возможно. Дочь, зачем ты меня толкаешь? Возможно, у меня низкое железо, ферритин, витамины D. Короче, я не знаю что. В общем, я хочу все сдать. Кто там? Ну, скажи привет. Вот, я не договорилась, что я хотел сказать еще. А еще на днях я пойду сдавать УСИ. Господи, что я с нее выражаюсь? Как-то странно. Пойду делать УСИ всех органов, короче. Вот, тоже. Надо это проверить обязательно. Потому что перед отъездом в Грузию я хочу полностью обследоваться. Ну, как, по возможности, да, полностью обследовать за себя Стефи. Чтобы там уже быть спокойным. Я там, скорее всего, буду покупать страховку медицинскую. Но, скорее всего, только на Стефи. Посмотрим на себя, как буду, врать не буду. Будем отталкиваться от финансов. Но это важная вещь, конечно, особенно в другой стране, я считаю. Так что так, все, я в дороге. Так, все, я отмучилась. С меня взяли пять пробирок крови. Теперь я пошла кушать. В шоколадницу. Вот, у себя вкусняшек накуплю. И поеду отправлять. А с доставкой обиде надо отправить мне куртку. Все, день начинается без Стефи. Очень активно сегодня. Посмотрите, какая красивая осень. Просто деревья всех цветов. Желтые, зеленые, уже и красные. Боже мой, что может прекрасней осень? Красота. Красота. Так, куртку сдала. Купила себе кофеечек. Сижу в скверике. Это, знаете, как говорится, как отдохнуть головой. Вы так приходите в скверик. Отдаёте ребёнка на пару часиков хотя бы кому-то. Хотя бы на пару часиков. Покупайте себе чаёк, копьёк, наушники. Буду сейчас слушать музыку, сидеть просто. Давненько я этого не делала просто так на улице. Просто вот так вот сидеть и сидеть, слушать музыку. Вот. Поэтому буду немножко отдыхать. Потом поеду домой, буду снимать мастер-класс. Паром перу продолжать снимать. И где-то часов в пять поеду застыть. Пока наслаждающе. Очень просто прекраснейше. Просто посмотрите, как красиво у нас в сквере. Мало людей. Опавшие листики. Красота. Забрала сегодня с ателье Стефины слепики. Вот смотрите, как нам их сделали. Отрезали ножки и сделали резиночки на всех. Я прямо-таки довольна. Знаете, намного лучше будет вот так вот ей спать и ползать. Вот этот вот новый, который нам подарили. Я его забыла показать. Вот такой вот молочный. Такой вот пудровый. Он почти на камеру больше фиолетовый, но он пудровый, розовый и кофейный. Вот. В общем, все я отнесла. Шесть штук нам отрезали ножки. И теперь Стефи может в них спать и ползать. А эти в детском мире я покупала. Вот почему нельзя сразу делать вот так? Зачем эти ножки делаю таким большим деткам? Уже я вообще не понимаю. Приходится дополнительно ходить их отрезать еще. Я-то вручную могу дома сама отрезать, но это так страшно. То есть кто шить умеет, тогда удобно. Я шить вообще не умею. И вот это я бы, наверное, не пристрочила. Я думаю, ровненько. В общем, вот такие вот дела. Хотела вам показать, что я имела в виду, что я хотела сделать. Мне нравится. Всем привет! У нас не шестой октября. Да, шестой сегодня. Мы сели в 11 часов завтракать. Я с ним в стейфе решила дать первый раз свою запеканку попробовать, потому что я ее сделала полностью без сахара. Вот. И вроде бы ей нравится. Поймала? Вроде ей нравится. Вкусная запеканочка у мамы? Там яйца, творог. Творог я купила в брикетах. Который. Яйца, творог и манка. Вот. Поэтому, не знаю. Вроде бы мы уже кушали глютен, пшеницу, макароны. Вроде все нормально. Но яйца тоже аллергии нет. Но я выдала ей пару маленьких кусочков вот таких. Вот она сейчас попробует. Посмотрю на реакцию. Если все окей, то буду готовить нам такую запеканку. Уронила? Давай, доедай сама. Собоим кашку кушать. Я уже замечаю, что она смесь намного хуже кушает. Да, мам тебя покормит? Давай. Сейчас ты все разбросаешь. Давай, кушай сама. Я замечаю, что она уже смесь без аппетита ест. Вообще, вот реально. Только ночью, наверное, когда она голодная, просыпается более-менее с аппетитом. А так мы едим смесь вот в бутылочку с перерывами. Она сделает два глотка, потом соску пососет, потом опять два глотка смеси, потом опять соску. Вот так вот пока мы съедим всю бутылку. То есть как раньше, вот она залпом съедала маленькая была. Нет, она сейчас так уже не ест смесь. Только ночью, когда голодная. Вот. И она сейчас очень прям бросается на еду, когда я ем. Что-то такое, что ей нельзя. Я не могу ей дать. И она прям плачет, что я ей не даю. Я думаю, что нам надо уже прям стараться капитально переходить на прикорм. Точнее, не прикорм, а уже прикорм делать основной едой, а смесь оставлять на ночь. Я не знаю, так можно уже или нет, но она реально вот смесь с днём плохо кушает. А вот такую еду, в смысле, вот она очень любит, в принципе, всё, почти. Я вот не знаю, что делать. Да. Вот она сейчас смесь не поела, я ей сделаю смесь. Она смесь плевала. Прям вот рот закрывает и не даёт бутылку засунуть. А каша ест. Запеканка. Да, Бул? Только что я с неё фруктов тебе не купила. Нету фруктов, бананчика, ничего нету из фруктов. Да, вот так вот. Приятного аппетита нам и вам, если вы тоже кушаете в этот момент. Вот так, мамонечка. Кстати, вот пригодились контейнеры. Помните, кто со мной самых первых влогов? Я покупала таких два контейнера Биаба для смеси. Хотела эту нашу смесь ныне пересыпать в такие контейнеры, чтобы было красиво. Но там говорили, что лучше не пересыпать, потому что она открытая. А вот такие кашки, я думаю, что уже нормально. Вот, я вот эту кашу сейчас пересыпала. Правда, она не вся поместилась бы, потому что здесь 200 грамм. А тут не помню, сколько в баночке грамм, но мы уже так достаточно много ее съели, и вот сколько сейчас. И удобнее так, мне кажется, пересыпать. Она сейчас еще ложку положить туда мерную, вообще будет отлично. Мы со Стефи приехали в центр. Идем отправлять вещи на Авито. Я тут иду с баулами такими. Заказали у меня куртки. Вот, несу на Авито. У нас тут в центре открылась Авито Икс Мэйл. Ой, в общем, телепаем. А на улице все так же красиво. Посмотрите, какая красота. А так тепло. У нас где-то 20 градусов сегодня. Ветра нету, тишина, спокойствие такое. Коротко о моей невнимательности. Что вы думаете? Я пришла отправлять в центр Авито Икс Мэйл. А заказки бросила. А оказывается, у меня был заказ через почту России. Теперь я буду таскаться походу с этим мешком. Или сейчас жду, пока поменяют на почту России. Ну, на Икс Мэйл. Спать. Короче, сижу жду. Да, дочь? А Стефи у нас, как всегда, ноги выше головы. Спать хочешь, да? На площади красивые цветочки такие. Мы вот так теперь едим. Потому что Стефи, когда веет еду, начинает плакать, хочет есть. Приходит, сует, ворачивает. Вот она у меня уже увидела, блин. А теперь она плачет. Вот как, как есть. Я уже с голоду умру просто. Она ревет. Дочь, маме дай поесть. Привет, привет, да. Есть нельзя, и листики. Дочь. Пойдем. Всем привет. У нас сегодня 7 октября. Мы снова в путь. С Стефи едем гулять сегодня с Дашей. Сегодня у нас предпоследний очень теплый день. Сегодня и завтра будет очень теплый денечек. И с понедельника у нас вроде как начинается дождь. Поэтому мы сегодня решили еще погулять. Сегодня мне должна прийти вязальная машинка. Я ее очень долго выбирала родила, но об этом подробно будет в вязальном влоге. Покажу распаковку, расскажу, почему именно ее выбрала и так далее. И на следующей неделе у нас очень много еще планов будет. Потихонечку собираем вещи. Я сейчас много чего распродаю на Авито. И вчера, кстати, я не успела отправить сумку и куртки. У меня сегодня еще заказ прибавился на чокер. Короче, я сегодня пойду опять на почту отправлять вещи. Так, я, наверное, поделюсь все-таки своим профилем на Авито. Под этим влогом вдруг что-нибудь вам захочется приобрести. Я распродаю много всяких вещей. В том числе буду сейчас Стефины вещи распродавать. Очень много накопилось вещей, которые мы уже носить не будем. И которые, знаете, не давать жалко. Но я не все продаю. Я очень многие вещи Стефины оставляю. Не знаю почему. У меня какая-то такая мысля, что если я продам сейчас ее вещи, то я не скоро буду рожать первого ребенка. Я вообще не буду. Не знаю почему, мне так кажется. Но, короче, вот так. Ладенька, все. До следующего включения. Забирай, скажи. Даша, дай ложку мне. Давай, тяни. Тебя снимать? Снимаю. Так, Стефури сейчас будет есть шакшушу. У нас, Даша, такая вкусная шаурма в кляре. Вкусная, Даша? Хрустит вкусная у тебя. Ставь пока на хлебе. Аккуратно. Стефи, тебе как будто бы не нравится. Хлебушку мы закусим. Кислая? Когда ты нища? Не горяча. О, говорит, ты nearly все. Я теперь привилегир. Тебя... Кш... Ну, ты не хочешь, так? Продолжение следует...